всем привет ребят по видео вы наверно подумаете что мы тут какой-то мигомбу качаем я все-таки решился создать в свое время этот аккаунт на китайке и создавал его с целью чтобы помочь новичкам там не знаю донатом без донатом но в основном у меня этот аккаунт как бы не в основном он и есть донатные для быстрой прокачки то есть я прокачиваю героев намного быстрее чем без донатные но в свою очередь я пытаюсь показать преимущество тех или иных героев и необходимость их вашим допустим там алтаре стоит ли выкачать не стоит его качать сегодня у нас будет прокачка и героя без которой ни один аккаунт развиваться не будет во многих локациях наверно процентов 90 вы без этого героя тащить не будете и как бы вся игра основана именно на этом героне на там магни крылья на красе на донатные герои минотаври все решает один герой это решает тыковка почему потому что без нее вы не зафармите те или иные локации у вас не будет ускорение у вас не будет атаки так как она стакается от нее получается ускорению все герои увеличение атаки возможно этот видос для многих будет диким но как бы он ориентирован на новичков чтобы они понимали кого качать потому что и как качать потому что многие задают вопрос кого прокачать стоит качать не стоит качать какой талант качать поэтому я решил начать качать всех баферов во первых для прохождения топовых локаций они мне нужны будут и они нужны будут вам также для архидемона потому что я как бы создавал этот аккаунт для себя тоже с целью чтобы на китайке фармить архидемона и соответственно тестировать еще дополнительно новые состава потому что как бы карта особо много нет вот поэтому вот такая вот у нас тыковка то есть это максимальный вариант который есть на у меня с двумя талантами изначально у нас были другие тыковки вот с берсом берс и ремка это было изначально первые тыквы берсовая мало было ремок в свое время сейчас ремок немерено она пользуется популярностью за счет того что она набирала очень быстро скорость то есть отстакался ее баф и она выходила там практически на максималку сейчас на сегодня уже после берса появилась воодушевление которое выдавило там и перс и ремку потому что она дает дополнительно набор энергии раз 33 секунды и потом уже появилось исцеление которое еще намного круче чем но не намного но все-таки покруче чем воодушевление в большинстве случаев потому что в некоторых случаях именно воодушевление лучше бывает если у вас там есть тыковка с ремка и с персом это неплохо можете прокачивать перс потом в свое время когда-то появится воодушевление есть куча видосов кому можно его поставить та же самая афина и она зайдет то есть она будет у вас бафать она с автопроком то есть вариантов очень много тот же самый ворожай анубис потом вы уже сможете когда-то если у вас повторно выпадет поставить тыковки ну конечно в идеале даже если у вас 8 берс есть смысл слить его и все-таки поставить там воодушевление либо исцеление почему думаю вы уже смотрели видосы можете у меня посмотреть кучу видосов по тыков ком с разным талантом то есть вариантов очень много по прокачке где используют тыкву и и используют практически везде во всех локациях в подземках на архидемонах там в лабиринтах но везде она используется практически везде единственное дело наверно на сегодня не особо там тащит это архидемон архидемон и с отражанием но опять же она там используется только с утеканием с другим талантиком об этом я тоже сделаю отдельные обзоры если вам нравятся такие видосы обязательно ребята ставьте лайк и делайте репостики пишите комменты так на чем мы остановились где и ну допустим на атаке фортов атакующих пачках там она и либо в забыто сейчас она потеряла свою ценность раньше она тащила сейчас она на атаке фортов единственное где нужно это при при быстром убийстве первых боссов для захвата фортов для чего я прокачал у себя два таланта у меня изначально здесь была берсовая потом я словил тут воодушевление это китайский аккаунт тут все намного интереснее чем на русском сервере а потом появилась исцеление я начал тестировать его с исцелением для меня на сегодня самое топовое на что по рунам по рунам если вы использовать хотите архидемона там есть варианты замедления если у вас исцеление ставите воодушевление если воодушевление ставите исцеление пройти таланты я тоже уже рассказывал ставится ремка ремка у меня стоит для подземок благодаря тыковки я там намного раньше зафармил все практически у меня осталось только 79 седьмые кошмарки то есть без нее вы подземки фармить явно не сможете так просто возможно когда-то будет еще другие они уже есть герои можно будет попробовать писты каната реально будет очень печально так дальше что артефактам ставите если у вас там архидемон там с отражением и ставится кубок и плюс утекание это отдельная тема ее родной артефакт это вот свисток его называют который дает иммунитет к оглушению и также ускорять ее на 30 процентов ну имеет там кулдаун и прочее об этом рассказывать тоже не буду что по чарам о чарам у вас вариантов не особо много есть такой такие чары как необузданная ярость сейчас попытаюсь в них найти вот она вот так выглядит она дает тоже плюс 30 процентов и имеет шанс оглушить противника там кулдаун 8 секунд то есть это ее чары родные тоже классная но если вы хотите еще дополнительно там на подземке допустим на архидемонов то вот допустим либо пермах либо забывая как вещи похоже на ронина который активируется с удара самого героя то есть не с того как по герою попадут потому что многие архидемоны не попадают всем героем идет только одну цель поэтому либо пермах либо призрачная не помню как он называется сейчас вам его покажу я уже давно эти чары роли вот он то есть такой вариант что по созвездиям по созвездиям многие там ставят вот у меня была она собрана вот так вот для архидемона которая отражает то есть ставится больше жизни плюс крит есть вариант ее просто собрать на крит она тогда будет бешеной критовать то есть вариантов очень много она у меня так еще собрано потому что она первая эволюция мне для подземок очень надо было чтобы она дольше жила плюс у нее скин сам дает 50 по моему сколько там 50 тысяч жизни и 650 уклонения если я не ошибаюсь так ну что поехали я хочу ее сегодня уже все-таки добить я буду постепенно улучшать или тьму видоса вы если делаете эволюции качайте героев до 200 уровня не останавливайтесь там на сто восьмидесятом сто восемьдесят пятом докачиваете будете получать книги книги будете продавать и получать значки почета потому что многих реально проблема потом не говорят вот где брать значки почета прокачиваете героев получаете фиолетовые книги и вы без проблем сможете улучшить еще пару героев то есть у вас не будет проблем с значками почета сейчас проблем с значками почета очень много они нужны везде на прокачке там на судьбе то есть на прокачке скиллов очень много усиление которое требует так где наша тыковка я это просто так буду уже улучшать потому что не хочу особо затягивать видос он больше носит информативную сторону так и сейчас еще за фармин если вы вас интересует еще какие-то там темы кого прокачивать как прокачивает там здание качать не пишите это обязательно в комментах я постараюсь обязательно заснять вам видосик так так и добиваем книгами у меня видите на китайских не хватает 66 них вот и все вот у нас тыковка на максималке максимальная сборка какая может у нее быть просвет у нее тоже уже 100 здесь дают нам синие кристаллы так вот так чтобы вы видели приблизительно я вам сейчас вот так вот на краса сделаю конечно с перомагом перомахи и мешает ведь видите он дальник но ускоряет неплохо давайте сейчас попробуем просто на подземках вот драконы пусть будут выберем минотавра 4 дракона давайте еще поставим потом у нас не стоит какое обычных дракон они не прокачаны его пока не использую на подземке пойдем то есть основная цель это support но он не то что этот герой востребованный везде поэтому его качать надо в первую очередь если у вас там новенький аккаунт вот она уже не так проседает вот смотрите какое оно какое оно дает бешеное ускорение конечно с воодушевлением пока она добегает ну вот все смотрите два героя то есть вот ее основная задача как бы это разгон атаки слили что по питомцам по питомцам для нее как бы самые самые востребованные на подземке не ставьте слона ставьте ангела выпускаете ты ковку 1 если кто смотрел уже там как я прохожу подземки многим проходил сейчас это не прохожу пока не дофарму китайку ставите ангела выпускаете первым все башни и убьют она разгоняется вам хватает счета магии чтобы она разогналась по максимуму из для этого ставите ангела и и не буду сливать если вы поставите там слона и и сольют если поставить и каких-то либо других питомцев и тоже сольют надо и ставить ангела выпускать первым тогда у вас есть там сколько там магии действует 8 секунд если я не ошибаюсь ангел 66 или 8 или 14 суть суть не в том я честно говоря не запоминаю эти цифры они мне ни о чем как бы ничем не помогут но сама суть выпускаете ты ковку первыми если у вас она будет ремочная бирсовая без разницы главное ставите ангела и потом кидаете щит все она у вас возьмет разгон ставите ее в свиток и проблема вас подземками не будет если кто-то там не понимает как посмотрите видосы у меня есть куча стримов с прохождениями подземок подписчикам там ты ковки разнообразной и мы в принципе без проблем там тащим потому что очень много выпускают и у них не так сборки не те то есть для нее родной артефакт свиток там уже все зависит от того как вам повезет донат вы не донат какой у вас будет талантик но без свитка и ангела на подземке можете даже не бегать вот ну можете бегать но дальше вам будет все сложнее и сложнее принципе больше я вам ничего такого интересного не не могу рассказать если хотите там увидеть с особенными талантами можете посмотреть видосики со всеми талантами есть постараюсь вам еще отдельно потом по заснимать в разных вариантах там с утеканием на архидемоне в принципе тоже уже показывал дальше буду прокачивать других героев обязательно участвуете в конкурсе на некроса ссылочка в описании не проспите свой шанс прошлый раз до сих пор пишут когда конкурс когда розыгрыш хотя уже победителя наградили подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно если вам понравился этот видос можете пару лайков поставить вы как бы помогаете мне набрать больше аудиторию и соответственно я могу больше больше людей как бы намного меньше проблем имеют прокачками аккаунта прохождением локации соответственно мне меньше вопросов задают все пишите комменты подписывайтесь всем пока